Дорогие друзья, рад вас приветствовать на моем канале гимнастика Макеева и йога бытовых движений. Хочу сегодня с вами поговорить о крестцово-подвздошном сочленении. Очень важное соединение в нашем теле, которое выполняет несколько функций. Это и защита органов малого таза сзади, прежде всего гениталии, и опорная функция. Сустав образован самим крестцом, который состоит из пяти сросшихся позвонков, и подвздошными костями, крыльями подвздошных костей. И он должен быть подвижным. Причем движение происходит в суставе в разных плоскостях. Это движение и вверх-вниз, и по диагонали, и раскрытие-закрытие, и кив-закив, когда крестец движется, допустим, назад, а подвздошная кость вперед. И вот эти движения обеспечивают и амортизацию всем структурам нашего позвоночника, наших суставов при беге, при прыжках и так далее. И защиту, опору всего нашего позвоночника. Когда происходит блокировка, как правило, она случается с одной стороны, что-то резко схватили, или подняли какую-то тяжесть, или как-то наклонились, повернулись неудачно. Появляется, как правило, сначала резкая боль, потом она может стать тупой, ноющей, постоянной, особенно будет усиливаться в положении стоя. Человек не может долго стоять, ему хочется прилечь, потому что зудит и ноет пониже поясницы, как правило, где-то в области ягодиц. И вот это ощущение крайне неприятно. Я обычно рассказываю своим пациентам на сеансах способы защиты и от таких ситуаций. Но иногда приходится по телефону давать консультации. И буквально два дня назад мне позвонил человек из другого континента с благодарностью за то, что я подсказал ему, как справиться с этой блокировкой. Он сам в течение дня сумел разблокировать сустав, восстановить его движение, и боль полностью прошла. Для вас я подготовил три наиболее действенных упражнения, которые во многих случаях позволят вам самостоятельно справиться с этой проблемой. Итак, начнем. Выполнять упражнение нужно лёжа на плотной поверхности. Можно на полу, постелив коврик для йоги, или вот как я здесь на кушетке. Ложимся на спину, под голову подкладываем подушечку для комфорта, ноги вытягиваем и носочки сводим друг к другу. И теперь делаем асинхронное разнонаправленное движение пятками. Одна пяточка пошла от себя, другая к себе. И меняем раз, два, раз, два. Вот в таком ритме. И дышим спокойно. При этом сознанием стараемся быть в тазовых костях. Постарайтесь почувствовать, как это движение доходит сюда, и где оно останавливается. Часто уже во время этого движения происходит разблокировка, которая характеризуется хрустом. Вот хрустнуло, и вдруг стало легко, вдруг отпустило. Но это первое упражнение. Дальше переходим к следующему. Допустим, есть проблема в левом крестцово-подвздошном сочленении. Сгибаем левую ногу и ставим ее стопой на правое колено. Правой рукой отводим колено вправо. При этом стараемся, чтобы поясница максимально не отрывалась. А происходило при поднятии только таза, тазовых костей. Далее делаем вдох, и на задержанном дыхании в полсилы давим левой ногой на левую руку. Подавили несколько секунд. И потом на выдохе отводим ногу немножечко дальше вправо. Опять вдох. Подавили. И еще отводим. Повторяем 3-5 раз. И теперь делаем следующее, третье упражнение, которое условно можно назвать полупружинкой, чтобы просто вы понимали. Для этого сгибаем одну ногу. Делаем вдох. Задерживаем дыхание. И в полсилы давим коленом на наши руки. Такое статичное напряжение. Несколько секунд. И потом на выдохе подтягиваем колено к себе. Но направление давления не в сторону груди, а в сторону тазобедренного сустава. То есть как бы вот немножко сюда давим. И чувствуем, что пошло движение именно туда, вниз. Опять вдох. Подавили несколько секунд. И опять на расслаблении подтягиваем колено поближе. И третий. Также достаточно от 3 до 5 таких напряжений сделать. Дальше для балансировки, то есть это уже не обязательное упражнение, но можно сделать просто пружинку. Обхватили колени руками, подавили несколько секунд и подтянули обе ноги. Это просто для того, чтобы отбалансировать крестцово-подвздошное сочленение. Вот 3 простых упражнения, которые вы самостоятельно, когда угодно и где угодно можете делать. И помочь себе в этой непростой ситуации. Кроме того, обязательно вам порекомендую, если уже случилась проблема в крестцово-подвздошном сочленении, почти наверняка есть изменения и в поясничном отделе позвоночника. В описании будет ссылка на ролик, как восстанавливать поясничный отдел позвоночника. Делайте это в комплексе, чтобы получить не только сиюминутный результат, но и получить надежную, прочную основу, на которой базируются все наши движения, весь наш позвоночник. Делитесь этим видео. Оно кого-то может реально спасти от тяжелой ситуации. Приглашайте знакомых на канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. И я всегда с радостью читаю ваши отзывы. Меня очень радует, когда вы получаете результаты и делитесь этими результатами. Помните, это действительно кому-то может помочь и кого-то спасти. Желаю вам крепкого здоровья, надежного позвоночника, здоровых крестцово-подвздошных сочленений. И до следующих встреч.